Привет, мои дорогие девочки! Это видео я хочу посвятить именно вам. За видео вы у меня давно уже спрашивали, в основном в Инстаграме. То есть, как похудела, как худела, кто писал, там, не переживай за лишний вес, там, у тебя, кто писал, у тебя его нет. Были комментарии в Ютубе разные, и за книжный шкаф я запомнила. Добра тому человеку, не будем на него злиться. Ну, в общем, назовем это так, исповедь про мой личный вес и борьбу с ним. Ну, начнем с того, самое первое. Сколько бы вы, девочки, не весили, какой бы ни был вес, рост, вы можете быть худенькой-прихуденькой и замученной комплексой, вы можете быть идеальной замученной комплексом, вы можете быть толстенькой и замученной комплексом. Вот это надо гнать. Никакое изменение, никакое изменение в жизни, никакие события с вами не произойдут, пока вы не поверите себя и не полюбите себя вот именно такой, как ты есть. Мне многие люди писали, там, Таня, там, неважно, там, поправилась, похудела, люби себя. Да, согласна, но над собой работать надо. То есть, ну, начнем мою историю. Начнем с того, что родилась я с весом 4,700. Уже, как бы, полненькая была с детства. Мама у меня полненькая, папа у меня полненький. Ну, в тот момент, когда я родилась уже, да, допустим, они были, как бы, веси у меня. Росла обычная, ребенок, как ребенок, бегала, играла, ну, как бы, полнее была у других деток, не сильно, ну, чуть-чуть полнее. В школе тоже, как бы, наблюдалось, у нас было две девочки полненькие в классе, но одну почему-то не сильно любили, как бы, а меня вообще не трогали. То есть, меня любили, я была добрая, со всеми делилась, всем помогала. Мне даже говорили, что, ой, Танюша, у нас я как свята, помню, до сих пор такое было. Поэтому каких-то проблем, что-то я страдала, у меня такого не было. Ну, и вес у меня был, ну, как, чуть-чуть больше. Не было такого, что я была прям крупная, выделялась, да. Потом, ну, в 12 лет, почти в 13. То есть, в апреле 2003 года умерла моя мама. Ну, тогда я была, ну, как бы, плюс болезнь мамы, я была немножко вымучена, где-то я похудала. Через 2,5 месяца мне исполнилось 13 лет. Как-то этот год я, ну, как-то было. Были свои стрессы, были свои проблемы, деталь не рассказывать не буду. И вот в 7 классе мама не стала. А в 8 классе, даже, может, переход на 9, не знаю, что произошло, честно. Начало менструации, гормональный сбой, я не знаю, я была ребёнком на то время. Прибавка в весе за полгода составила 17 килограмм. И сказать, что я что-то ела. Я пошла обычно, да, как ребёнок растёт. У меня не было никогда жора. Жора меня не страдала никогда. Я никогда не надоедала, не наедалась одна ночь, да. Я никогда не ела кучу каких-то хлебов, майонезов, кетчупов. Ну, как-то обычный ребёнок. Мамы не было. У меня баловать сильно некому было. Как бы брат работал в 16 лет тоже, да. То есть, я бегала до бабушки, борщика поелась. Такое обычное питание, как как-то без ГМО, да. Когда в 14 лет у меня была такая за полгода прибавка, 18 килограмм. У меня по коже появились струи. Струи на груди, на бёдрах, сзади колен, на животе. Они были такого фиолетового, фиолетового-прифиолетового цвета. Я знала, что такое струи, что они бывают у девушек, которые родили, да. А мне вот они в 14 лет достались. И, ну, сначала я как-то так. Но вес начал расти ещё. Меня повели к эндокринологу. Сказали, там, попробуй какую-то диетку, попробуй то. В итоге положили меня в больницу. Что-то там с надпочечниками прицепились. Честно, я как-то так это всё воспринимала. Делали мне электрофорез, там, кто знает девчонок. Сталкивался, такие какие-то удары током, чтобы эти синие штуки побелели. То есть, уже они побелели. Ну, то есть, ещё в своём, уже в 15 лет, да, у меня была кожа в растяжках. Как после тяжёлых таких родов тяжёлого ребёнка. Вот в то время, пока струи были синие, я не ходила на пляж. Я не ходила в бассейн, я не ходила купаться. Я, мне еле-еле помню, папа вытащил у нас того, какой-то там, мы, по-моему, до бабушки в село приехали. Я одела сверху его майку. Ну, вот у меня были такие ужасные комплексы. Мне казалось, что я ужасна. И вот, что вот так. И сейчас вспоминаю, оно, конечно, знаете, непросто. Ай, извиняюсь. Ну, и потом, получается, была школа. Первые какие-то попытки, что я решила, что нет, я что-то буду делать, надо как-то худать. Мне, кстати, выписывали разные таблетки. Я выходила, там был целый список, то-то-то-то-то. Ну, там что-то мне, какой-то диагноз поставили. Я уже забыла. Гипертатный синдром, тубертатного периода. Короче, что-то такое, что провоцирует этот рост скачки веса. Ну, я не помню. В общем, в итоге, что получилось. Я эти рецепты брала и выкидывала. Потому что знала, это рецепты дурак. Кто будет это брать? И выкидывала. Я не лечилась. Потом, когда я поступила в институт, при росте метр семьдесят вес был 94-95 килограмм. Держался, он не падал. Волосы каждый день я мыла, потому что к ним невозможно было прикоснуться. Они сразу жирнели. Хвостик я не затягивала. Я боялась, что у меня очень толстое лицо. У меня было просто прыщи. Я их не могла не вылечить, ничего. И я обратила, сколько едят мои одногрупницы. Мои девочки одногрупницы худенькие. Они рассказывали, что они едят там всякие майонезные кетчупы в общежитиях, там дома. Плюс они на каждом перерыве, там, большой перерыве между парами ели какие-то там сосиски в тесте, какие-то печеньки, какие-то конфеты. Я же не ела ничего. То есть, от 16 лет я после 6 не ела вообще. Даже чай боялась пить. Я сахар, с чаем, с кофе не пила вообще. То есть, еда у меня была, ну, такая, ну, блин, не знаю. Я сейчас расскажу. В общем, в 19 лет, когда я поняла, что я ем меньше, чем девочка, которая весит 50 килограмм, а у меня 95, я думаю, это что-то неправильное. Я пошла к эндокринологу. Ну, на что мне врач сказал. Я объяснила, что, говорю, я кушаю немного. Я честно призналась, я утром пью чай и две печеньки-буратинки. Ну, так я и честно говорила. То есть, чай не сладкий, две буратинки, да. В обед я не ем в институте никаких прикусов, я не делаю. Я приезжаю до бабушки, да, там, дома там что есть. Ем какой-то там борщик. И там могу, там, если успеваю, до шести. Пью какой-то чай потом ещё. Всё. Ну, врач мне не поверила. И говорит, ну, может, ты что-то не заметила, что ты что-то там типа скушала лишнее. Я говорю, если бы я понимала, что моя проблема в том, что я много жру, я бы к вам не пришла. Ну, она мне дала список гормонов. Это был первый такой серьёзный анализ гормонов. Я их сдала. На что она мне потом ответила, когда я пришла, такая же, думаю, блин, блин, всё, сейчас меня спасут, спасут. Я на неё так смотрела, ну, спасительную. Она мне сказала, ой, дитя моё, с такими анализами, как у тебя, знаешь, говорят, и от воздуха поправляются. Ну, я думаю, блин, ну да, теперь она мне верит, что нет еды, я там, ну, то есть не жру я много. Вот у меня такой организм, что делать, как худать. А она мне сказала, ну, знаешь, дитя, ну, у тебя такое, ну, ты уже вот врождённая, ты ничего не поменяешь, ну, тебе главное дальше не поправлять. Ну, ты же себя придерживаешь, поэтому, ну, будешь в этом весе. Я говорю, спасибо, спасибо. Вот в 19 лет я вот хотела вот остаться в весе 95 килограмм, меня это давило. Не для кого-то, не для мальчика какого-то, не для кого, для себя. Я такой, я знала, это несправедливо. Думаю, если б я жрала, пускай бы я была 95 килограмм. Если я не ем, какого хрена, мне безвините. Ну, в общем, я пришёл домой. Злая, как собака. У меня такая, сила воли у меня была всегда. Может, вы это заметили, да? Я такая, не из простых, я не сдаюсь никогда. У меня была такая бешеная злознь. У меня всё глухотало. С следующего дня я была на речневой диете. На речневой диете, объясню, если там было написано, можно яблочко зелёное, можно ложку мёда. Нет, только строго. Запаривала эту сраную речку, сырую, кипяточком. Она ночью наставилась, я её не варила, понятное дело, не солила. И с кефирчиком. Кефир я ненавидела с детства. Ну, надо же, то есть диета. Вот так я питалась ровно 14 дней. Ну, в конце уже ни на речка не лезла. Поэтому я запихивала в день себя 2-3 столовые ложки гречки. Папа с братом как бы ходили, но они чисто не сильно обрещали. Ну, как, ну, так же с дитём маяться. Ну, они тоже работали, не сильно контролировали, как я там питаюсь. Я, если честно, они проносили где-то булку хлеба или что-то ещё. Я так слышала этот запах. У меня просто уже какая-то была бихотя хлеб, потом не ела. Но я его так чувствовала. И ситуация какая. Я ещё парыш сдавала, всегда хорошо училась. Ещё закрывалась вечером в уседом комнате. Всех выгоняла, чтобы никто меня там, не дай бог, не тронул, не побеспокоил, не постеснялась. Был у меня диск Синди Кроуфорд. Там всякие были комплексы. А, Б, С. Я вот начинала с лёгкого, потом Б, потом доходила до С. Брала бикилитровку вместо гири и поднимала, потому что гирек у меня каких-то не было. Короче, потом была одна диета, другая диета, другой врач. В общем, это где-то полтора года длилось. И с 95 кг мой вес стал 66. Скажите, классно, молодец, да? Ну, скажу, не совсем. Когда мой вес стал 66 кг, я считала, что я ещё толще, чем обычно. Мне казалось, я такая корова. Я ходила на свидание и постоянно почему-то хотела парню рассказать, что вот я варюсь, я ещё худая. То есть это, ну, это бред. Я сейчас это понимаю, когда выросла. А тогда, ну, я понимаю, это полный бред. Зачем ты это несёшь? Таня, блин, ну, честно, зачем ты перед кем-то оправдываешься? И при том, что ты была худая. Я на фотках на себя смотрю, ты худая. Ну, у меня щёк не было, у меня грудей не было. У меня ничего не было, короче. Руки как нитки просто. И началась ещё такой прикол. Забуд меня, друзья, гулять. А что вы думаете, я иду? Нет, я не иду. Потому что у меня паник, а вдруг я поправлюсь? У меня были механические весы, были электронные весы. Я остановилась на одни, на вторые. Я боялась пить воду. А вдруг я поправлюсь? Я на день рождения ничего не ела. А вдруг я поправлюсь? Там кусок какого-то мяса обезжиренного выберу, там никакого. Там шкуки поснимаю. А вдруг я поправлюсь? Не гулять никуда. Я поняла, что ты, наверное, уже трошки, знаешь, как это, типа, забыла, блин, как типа булимии, когда психологическая. Когда ты боишься поправиться, и ты начинаешь отказываться от еды, и тут что-то началось всё менять. Хотя вес мой уже стоял, вот нижнюю не спускался. В итоге я эти двое весов я запрятала. И, в принципе, стала жить нормально. Стала куда-то ходить, стала гулять, стала жить активной жизнью молодой девушке. И, в принципе, он у меня килограмм на три поднялся. И так он и держался. Держался он до где-то 14-го года. Пока не началась война, вот эти стрессы, вот эти прыгания с сумкой по подвалам, чувство адреналина в крови дурного, когда ты не поймёшь, будешь ли ты жив завтра. И думать мысли, когда, если я умру, лучше со всеми, в смысле, лучше сначала я умру, чем увижу смерть своих родных. Такая мысль была. Поэтому те, кто там на Луганску плохие вещи говорят, вы подумайте, что мы пережили. И не дай Бог кому-то это пережить. Ну, вот это немножко отступление. В общем, когда я переехала в Черкассы, это был стресс, это я искала работу. Я девочка, которая привыкла жить в своём доме. Я первый раз оказалась на квартире с хозяйкой. Ну, слава Богу, замечательная женщина. Мы очень подружились. Тетяне, если вам там валик покажет это видео, я вас очень люблю. Вы для меня вот такой образец мужественной, такой настоящей женщины. Поэтому я вас реально очень люблю. Да, Васильевна? Ну, и в общем, какая ещё ситуация. То есть мы вот стали жить. Я на работу устроилась не сразу, потому что мы гончан не брали. Но я ходила, я устроилась в эпицентр. У меня был классный начальник первый, Дима, он с Киева. Замечательный человек. Кстати, родом в Западной Украине. Ну, просто настоящий, хороший человек. Я вот запомнила, какой тоже образец. Так вот, это жизнь в Черкасах. Получается, я работала в эпицентре. А жила абсолютно в другом конце города, где не было прямой москрутки. В общем, я вставала очень рано. Я на пятый этаж постоянно бегала. Жила на пятом этаже, никто нет, да. Я что там ещё делала? Короче, до остановки мне надо было бежать по километру чем-то. И назад вечером я бегала. Ну, короче, движения как бы хваталось. Потом я ещё записалась. Там эпицентр есть для сотрудников комната. Занимаясь типа спортом, ну, как такой, типа, фитнес-зол, да. То есть, ну, ты сам занимаешься, ходили и туда. То есть, вес тупо рос, 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 рос. Я не знаю, что. Ну, конечно, да, я не была на таких уже прям жёстких-жёстких ограничениях, как вот в Луганске. Но при этом, опять же, сказать, что там что-то топтали, м-м. Потом у меня падал. На 6 килограмм упадёт, на 10 поднимется, на 5 упадёт, на 2 поднимется. Там вот как-то шло и шло. И, в принципе, да, я ходила, что я ещё ходила. Потом я пошла ещё к одному кентокринологу уже в 17-м году. К врачу другому, да, вроде как хвалили. Опять сдала анализы. Начали мне вот эти гормоны, пролоктин, кортизол, тестостерон был, короче, завышен, вот как для девочек, да. То есть, вот начали этим не лечить. Ну, когда я жила сама, зарплата была нормальная. Мне на лечение уходило где-то на таблетки 1200-1300 в месяц. Плюс я пошла в фитнес-зал с тренером заниматься не сама, потому что сама понимаешь, что это всё неправильное. То есть, занималась Юля, хорошая девочка, тоже тренер. То есть, думаю, и лечение гормонов, и тренер. Ну, в общем, как-то что-то у меня опять. Я подхудала, подхудала, в принципе, не помню, сколько, килограмм, наверное, на 7-8 я потеряла. И потом я от моей тети Ани переехала уже ближе к эпицентру, на отдельную квартиру, и меня там ограбили. Ограбили, повыносили всё, что сердцу дорого, всё, что накоплено за эти годы. Все мои деньги, всё моё золото, ну, то, что не было там на мне, да. И там совсем заколок, не запрет, но мой компьютер, с моей митцепамятью, вот, короче, обокрали. Новый стресс. И потихоньку вес опять поднялся. Потом был проект. Потом был проект, дальше вы уже немножко знаете, что происходило в моей жизни. И я, получается, по проекту, я в конце проекта чуть подхудала, чем в начале. Хотя сейчас смотрю, такие щёки, ну, подхудал, как-то тогда было. Потом переезд, увольнение с работы, переезд, вроде бы, да, как я переезжаю вот сюда к Юре с Юмочком, и вес начинает расти. Ну, а чему мне это вообще не радовало? Ну, опять, наверное, стресс. У меня вот как-то кто-то от стрессов, блин, худает, у меня от стресса вообще другая ситуация. Я начала, помню, у меня даже были какие-то вот разрусочные дни, там, молоко-чай. Кто знает, это зелёный чай, перемешанный с молоком, и ты целый день пьёшь вот эту жижу. То есть, может, это мне нравилось, я не знаю, я спокойно его выдерживала. Голохуб тут взяла тоже, на скакалке прыгала парней, выгоняла, там, пока их нет, я там прыгала под музыку. Вес пёр и пёр. А знаете, как страшно, когда ты делаешь всё, что можешь, ты там себя ограничиваешь, питание всё, а вес прёт. И уже я не могу пойти к эндокринологу, у меня уже нет той возможности, что было раньше. Ну, в общем, так было-было, потом, что началось, вот уже год с Юрой, был Великий пост. Великий пост я соблюдаю уже лет, ещё с Луганска, где-то с 12-го года, уже 5 лет я его соблюдала, да. Для меня это ни в коем случае не еда, как многие, к сожалению, воспринимают Великий пост. Я, то есть, считаю молитвы, как положено, я иду, исповедуюсь перед Пасхой, да, причащаюсь, то есть, для меня это серьёзно. Это мой такой раз в год. Я все посты не соблюдаю, но в Великий пост отношусь очень серьёзно. Ну, я немножко там, как бы, подхудала. Ну, так, хотя ела, не поняла, что я ела, короче. Потом, потом был период, с папой моим было плохо, я вам не рассказывала, потому что были большие переживания. Честно, папа был одной ногой на том свете. Очень такая болячка на него свалилась нежданно, очень серьёзная, тяжёлая операция. Я с папой в больнице лежала. Тоже нервы, переживания. Ну, слава Богу, пока сейчас относительно папа нормально. На свадьбе, слава Богу, был, отгулял, то есть, всё хорошо. Так вот, получается, что было. Тоже мне это потрясло, я ещё чуть-чуть похудала. Хотя, вроде бы, тут стресс пошёл до другой стороны. Потом мы начали, вот, в конце мая мы с Юрой определились, что будем расписываться в сентябре. И вот началась, ну, сначала как, ленивая подготовка. Заявление там подали, с тамадой договорились. Ну, такое же. Ах, ну, ещё всё лето впереди. А потом в Луганск же съездили, тоже переживала, потому что мне очень хотелось познакомить Вова со своими родными, сходить на могилу к маме, то есть, Вову. Это у меня брат Вова, Юру. Юру хотела познакомить с Юрчиком, со своими родными. Переживала за парней, за Юру особенно переживала. Юрчик-то ребёнок, понятно, что ему. А за Юру, думаю, ну, едет молодой такой пацан, крупненький. Скажет, куда ты едешь, да? То есть, ну, слава Богу, всё нормально. Мы проехали, пропустили, нас выпустили. И потом, получается, что было. А потом вот, август был жёсткий. Во-первых, по дому какие-то дела, плюс какие-то закрывашки. Я всё делала впервые. Это в интернете, эти нервы, ту крышку закрывать. Короче, всему это учись, всё заново, всё старайся, да? То есть, и у меня было такое нервное состояние. Я реально есть вообще не могла и не хотела. И я тупо кофе. Я кофе, кофе. И ладно, кофе, это очень неправильно. Ну, вот к свадьбе все заметили, я как бы постранила. Если брать зимы, то уже вес почти минус 15 килограмм. Как бы неплохо, да? То есть, от моего вообще минимального веса их чуть больше. Но в этом весе я чувствую себя реально комфортно. Я не буду никогда очень худой девочкой. Никогда. У меня даже, честно, знаете, вот этот, как вот, вот пальцы. Если вас они обналы, или как показать, если они наладят друг на друга, да? То есть, там, когда вы, короче, вы сами, наверное, знаете, там, такая у вас... Я просто интересуюсь только своим, потому что ширококосная. У меня пальцы не соединяются, кость все равно широкая. То есть, поэтому, только как не крути, а так оно и есть, да? Даже по тесту. Я такого веса... У меня мама была, у меня, вот, если вы заметили, у меня вверх один размер, попа у меня другой размер. Вот такая девушка с бедрами. Ну, допустим, мне эта фигура, если честно, больше нравится, потому что соблюдают женственные плечи, талия. И потом начинают такие попы красивые, да? И что хочу сказать. Буду завершивать, чтобы там сильно вас не напрягать. Надо любить себя. Честно, если вот я, честно, была на свидании, какая-то, Юра, не это... Ну, такая, в Луганске-то еще была, такая красивая, там, на каблуках все. И мне, помню, парень сказал, ой, мне так приятно, когда девушка старается, чтобы там парню понравиться, такая красивая. Я говорю, мы стараемся, не для вас, милые мальчики, мы стараемся для себя. Для себя. Потому что, если полагаться полностью на мальчиков и только думать, боже, я ему нравлюсь вот такая, боже, он меня разлюбит, боже, это... Нафиг ты ему не нужна будешь. Честно. Надо знать, что ты нигде не пропадешь, и тогда и мальчик тоже будет с тобой счастлив, и ты ему будешь нравиться вот такая полноценная, уверенная. А не постоянно плачущая и такая забитая. Почему борюсь с это с весом? Ну, пишут там, не варись все. Если я буду кушать то, что я хочу, ну, то, что мне там иногда хотелось, да, я буду весить за 100 килограмм. Я знаю, потому что у меня было такое мало. Поэтому, а я не хочу, для меня это некомфортно, это проблемы с здоровьем, это задышки, это какая-то неуверенность женская, это на тебя ничего не лазит, ничего красивого не купишь. Что хочу сказать девочкам, у которых вес довольно-таки большой, да, то есть за 100 туда и выше. Я знаю, вам очень тяжело начать, и я знаю, что вы все веселушки, что вы закрываетесь вот каким-то таким смехом, какой-то вот такой, ну, своей позитивностью, да. Ну, я знаю, что внутри вам очень больно. И даже кто-то, когда в моем окружении обижает вот таких крупных людей, я всегда их защищаю, потому что, говорю, ты не знаешь, что и как и почему, но все-таки есть у многих проблемы много еды, да. Потому что трудно, я знаю, трудно начать. То есть, то ли тебе там надо даже 20 килограмм потерять, то ли тебе надо 60 килограмм потерять. Но начинать нужно не для мужа, не для детей, а для себя. Особенно, если, не дай бог, вас, ваши дети или вас муж как-то обижает, упрекает, то для себя начните. Начните, начнется, будет 5 уходить, будет 6, начнется мотивация. Да вы 10 килограмм потеряете, у вас уже будет новый, да, такой воздух такой будет, какая-то более сила воспаляется. Но, что еще хотела сказать, хотя, если вам комфортно, если ваш муж любит, вас такой, ну, хотя, вроде я говорю, для себя, ну, кстати, да, ну, на муж зайдите, забудь, ты себя любишь, вот ты себя любишь, если ты себя любишь, тогда хорошо. Вот я по себе знаю, что меня вот, я себя не устраиваю в таком весе, поэтому я всегда буду бороться. И вот меня спрашивали, как похудало, вот так похудало, непонятно как, то похудало, то поправилось, то на каких-то тупых голодовках, да, я худала. Правильное питание, все, знаете, вот мне тоже немножко раздражают советы вот барышень, которая родилась худой, всю жизнь была худой. Пошла просто в тренажерный зал, подкачала боку, и она говорит, она собой не занимается, какая толстуха там, фу, я вас ненавижу, я вам честно говорю. Много девочек худеньких, стройненьких, которые никогда не кичатся, хотя они там и подкачаны, и все, они общаются с разными людьми. А вот такие, которые вот строят из себя, так что я вам хочу сказать. Если тебе в природе такое дно, цени это. Есть еще такой момент, да, надо просто пойти в фитнес-клуб, надо правильно рационально питаться. Не у каждой из девушек есть время и средства на фитнес-клуб, на тренера, есть средства на правильное питание, на красную рыбку, на какие-то сырки диетические. И, к сожалению, не у каждого. Поэтому не нужно по себе судить всех остальных и всех под одну гребенку. Я, допустим, человек, который общается с абсолютно разными девочками по конституции, да, то есть и 40 килограмм, и 50, и 70, и 80, и 90, и 100, и больше. И все они по-своему прекрасные люди, и всех их есть за что ценить и уважать. Поэтому не вешайте вы медали. На вас тоже всегда кто-то что-то, да, поцепит. Так, честно, я смотрю на своих подписчиков, я их всех, конечно, о вас не знаю, да, но так фотки на просмотр, все равно хорошо, так уже запоминала девочек, которые комментируют. Боже, какие все симпатичные. Честно, есть и такие пухненькие, есть и полненькие, да, есть и такие мои структуры, есть такие модельки красивые, и они не озоблены, чтобы написать, ты там какая-то не такая, да. Они пишут такие приятные слова, я смотрю, боже, ты же идеальна, ну такая красоточка, ну все. Поэтому, девчонки, честно, любите себя. Самое главное, они полюбят вас окружающие, и цените себя такой, какая есть. То есть, я не хочу весить, там, больше. Мне вот этот вес, я бы еще килограмм пять потеряла, больше не, потому что я буду страшной. Вы мне сейчас скажете, у меня еще килограмм впадает, и мне не будет, короче, будет капец. Я понимаю, что, ну, мне тоже когда-то настанет момент, что я буду сама рожать, и все. Я переживаю, то есть, как будет фигура, но я знаю, что сила воли у меня есть, и что я похудею. Постройнее, говорят, похудеть нельзя, неправильно это говорить. Поэтому тяжело начать, но, как бы, финиш вас порадует, да? И не циклитесь. Знаете, я, кстати, хочу сказать, я всегда циклилась. Вот я переживала, и что там, если какой-то праздник, я стою на весле, блин, я поправилась, или что. Не циклитесь. Вот сейчас мне стало чуть-чуть, как бы, не так думаю, боже, меньше об этом думаем. Меньше голову забиваю, там, каждым килограммом. И стало легче, и вес стал идти вниз. Поэтому, наверное, не циклитесь, живите, радуйтесь. И что еще такого сказать? Живите, я неправильно худала. То есть, так получалось. И я знаю, что сегодня у меня такой вес. Зимой у меня может быть абсолютно другой вес, но сдаваться я не буду. Поэтому извините, что занялась только вашего времени. Надеюсь, вам приятно было меня слушать. Спасибо, мои хорошие. Заказывайте следующую тему, если хотите, чтобы я обсудила ее с вами. Все, пока. До новых встреч. Субтитры сказал. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok